Итак, доброе утро, мои дорогие. Доброе утро всем на фейсбуке, тем, кто меня не знает. Меня зовут Татьяна, фамилия Поварова. Я такой энтузиаст в разных областях жизни. И одна из моих любимых вещей — это потребительский клуб «Атоми». Поэтому, пользуясь случаем, я люблю про него рассказывать. Но сегодня речь пойдет не о самом потребительском клубе «Атоми», а вообще о здоровом консюмеризме и о том, что сейчас в мире происходит в соответствии с покупками. Потому что все изменилось, карантин изменил жизнь всех. Буквально вчера я писала под постом об этом видео. Про то, что первые дни карантина, когда всех заперли, они изменили мир, они изменили сознание людей. Может быть, благодаря этому сейчас и происходит столько не самых приятных вещей в виде погромов и так далее. Потому что люди поняли, что может быть другая жизнь. Почему консюмеризм, чем консюмеризм здесь провинился? Помните те несколько дней, даже не несколько дней, а, возможно, недели с лишним, когда нам нельзя было выходить на улицу. Я помню один день, мои дети разбудили меня словами «Мама, закрывай все магазины, еды не будет, нужно будет срочно обижать что-то закупать». И я составляла список на 4 месяца. Что нам понадобится, чтобы выжить на 4 месяца? Это такая поведенческая модель, даже напоминала какую-то игру на компьютере на выживание. Что нужно, чтобы выжить 4 месяца, если нас полностью обложат и ничего не будет открыто. И, ходя по улицам, выезжая в магазины, все это вызывало, конечно, странные ощущения. Тут же опустились некоторые привычные для нас моменты манипуляции. Мы уже привыкли, что нам пишут рекламные мейлы, мы уже привыкли, что нам без конца звонят китайские леди по телефону, всякие спамы, всякие обманки другие. А тут, видимо, и они испугались, видимо, их запрели в карантин, им нужно было думать, чем заниматься и как прожить. И эти несколько дней, возможно, даже неделя, это был просто глоток свежего воздуха. Вместо того, чтобы бояться, многие люди говорили, как им нравится, как они счастливы, что они не ожидали, что можно так жить, что можно так себя ощущать. Потому что даже не представляем мы, насколько на нас оказывает огромное психологическое давление реклама. Если несколько лет назад наш мозг постоянно, каждодневно сталкивался с более чем двумя тысячами рекламных отображений в самом разном виде, то сейчас мы говорим уже о шести тысячах рекламных роликов, рекламных плакатов, рекламных упоминаний, имейлов и так далее в день. Неудивительно, что наш мозг каждый день чувствует себя уставшим. Понимаете, когда мы говорим здоровый консумеризм, я говорю не только о здоровье вашего кошелька, но и здоровье вашего мозга. Потому что мозг, здоровый мозг – это наше все. И когда нашему мозгу нужно каждый день бороться, а он, естественно, борется, потому что ему навязывают, им манипулируют, 6 тысяч и больше рекламных объявлений – это, конечно, очень сильно, очень много. И наш мозг обычно восстанавливается во сне. То есть сейчас ему уже часто люди жалуются, что в современном мире очень сложно спать, часто просыпается, потому что мозг даже не может расслабиться. Конечно, если такое огромное количество манипулятивных воздействий каждый день, сидя в карантине, нам было немножко легче, потому что отрезалось сразу. Даже на Ютубе практически не было рекламы. Я помню, что мой Ютуб-канал практически прекратил всякую рекламную деятельность. Я знаю, я сама виновата, сама вкладываю в то, что на людей воздействует реклама, потому что у меня есть Ютуб-канал, который размещает рекламу «Атоме 22 века». Но в то же время мы хотим научиться, как защищать свой мозг, как защищать себя от ненужного психологического воздействия. Когда я говорю «здоровый консумеризм», когда я начала готовиться к этому семинару, я просто огромные пласты информации нашла о том, как магазины, как сети на нас воздействуют, чтобы мы делали покупки, чтобы мы делали больше покупок, чем нам нужно. Но кроме этого, как я уже упомянула, большое психологическое давление. Я решила разбить наш вебинар на две части. Отдельно сегодня сделать про психологическое давление и сделать на следующей неделе про трюки, которые используют магазины и как их избежать. Ну и сегодня я упомяну некоторые психологические трюки, используемые магазинами для того, чтобы вы уже сегодня могли начать экономить. Как анонс на следующей неделе я расскажу вам, что научившись правильно реагировать и правильно защищать себя от таких психологических воздействий, мы можем сэкономить около 10 тысяч долларов в год. А это немало. На 10 тысяч долларов в год мы можем съездить в прекрасный отпуск с семьей, мы можем купить что-то интересное для себя и для семьи. И мы можем, наконец, допустим, расплатиться с долгами, если у кого-то есть такие. Всегда есть на что потратить деньги. Вот следующий семинар, он будет посвящен именно деньгам, именно финансовому, такому моменту. Если вам интересно, вы можете даже подготовиться. Я вас попрошу на этой неделе, если вы пойдете в магазин, сохранить ваши чеки, сохранить чеки от покупок, которые вы произведете на этой неделе, и держать их до следующей недели, чтобы мы вместе разобрали, что же с этими чеками не так и как можно с этими чеками работать. Но сегодня мы поговорим о нашем мозге, о нашей голове, о нашем восприятии мира. Как я уже говорила, 6 тысяч рекламных роликов – это очень много. Как мы можем себя защитить? Конечно, мы можем защитить себя, платя деньги. Это, допустим, YouTube без объявлений. Сейчас очень модно покупать какие-то приложения в телефоне, где не будет рекламных роликов, покупать YouTube, где не будет рекламных роликов. То есть мы должны за свою свободу, за здоровье своего мозга платить деньги. Представляете, сильным, огромным таким мотиватором, который мотивирует наш мозг к работе, является сейчас также наш телефон. Наш телефон – это наше все. И компания платит огромные деньги, чтобы попасть на экран мобильного телефона. Откуда это я знаю? Я знаю по самым собственным опытам, потому что приобретла мобильное приложение, которое оцифровывает клиентскую базу и посылает пуш-уведомления два раза в неделю о том, какие есть у меня продукты, какие у меня есть новости, для того, чтобы привлечь обратно покупателей, обратно моих подписчиков, чтобы они что-то приобретали. То есть теперь даже телефон не дает нам покоя. Кроме того, что у нас есть игры, в которых мы должны смотреть бесконечные ролики, чтобы продолжать бесплатно играть, уже просто ничего не делать, телефон постоянно посылает нам уведомления. И я сейчас говорю о рекламе, не о том, как мы общаемся друг с другом, не о том, как из чата нам приходят уведомления или из Фейсбука, я говорю чисто о рекламе. Все социальные платформы обладают сейчас огромным количеством рекламы, которая постоянно нам суется. Фейсбук, Инстаграм, обычно все это сконцентрировано, сфигурировано. Многие из нас, конечно, благодаря рекламе зарабатывают какой-то доход, но поверьте мне, если она пропадет, никто из нас не пропадет и будет жить прекрасно, даже лучше, чем сейчас. Опять же напоминаю про те дни, когда был карантин, когда все, наконец, вдохнули свободно. Почему я упоминаю о том, что мир без рекламы прекрасен в связи с потребительским клубом «Атоми», потому что я впервые столкнулась с компанией, которая не посылает никаких, абсолютно никаких ноль рекламных имейлов. Уже более трех лет я являюсь покупателем компании «Атоми». Ноль, вообще ноль я получила имейлов от них. Даже когда я делаю заказ, мне не присылают никакой имейл о том, что вот, спасибо, что вы сделали заказ, через три дня к вам он придет. Мне приходит имейл от Канада почты, которая говорит, вот ваш номер, вот тогда мы пришлем, пожалуйста, сидите и ждите. Возможно, я получила один имейл, когда только регистрировалась, где был написан мой номер, мой пароль. Это все, за три года ничего. Я захожу на их сайт, на их сайте ничего не сверкает, на их сайте ничего не бьет мне в глаза, ничто не сводит меня с ума. Абсолютная свобода. Вот с этой компанией я ощутила, каким должен быть мир без вот этой рекламы, которая воздействует на наше подсознание. Дело в том, что даже если мы естественным путем боремся с вот этим навязанием того, что нам не нужно, вот эти цвета красно-желтые, которые нас мозг возбуждают, что-то расположенное на уровне наших глаз, музыка, которая играет, запахи, они все равно на нас воздействуют. Мы не можем никуда от этого деться. Все эти надписи, все эти бренды, они все равно мелькают перед нашими глазами и остаются в нашем подсознании навсегда. Поэтому я даже советую всем компаниям, всем новым бизнесам, которые возникают, пользоваться такой же программой, такой же философией, как и Атоми. Делать это для людей, а не для того, чтобы манипулировать людьми для продаж своей компании. В Атоме, к сожалению, к счастью, нет никакой рекламы, даже упаковка продукции очень простая, не делается никаких фотошутов с дорогими моделями, каких-то безумных роликов, все очень чисто, спокойно, словно глоток чистой воды, словно свежий воздух. Так, наконец, я почувствовала, когда начался карантин, что весь мир стал таким, как Атоми, без психологического воздействия. Если вам интересно посмотреть на сайт компании Атоми, вы можете зайти на atomy.com.ca или, если вы смотрите за Россией, на atomy.ru, залогиниться под любым логином любого партнера, например, моим, 5820049, использовать гостевой пароль happy1 и посмотреть самим для себя. Там есть и ролики о продукции, и ролики о компании, там есть подробная информация о каждом продукте, полная его сертификация, даже где он производится, конкретно как производится, описывая процессы, люди, с которыми можно связаться, которые отвечают за производство того или иного товара. То есть абсолютная прозрачность до самого дна. И вот таким должна быть каждая компания, такой должна быть каждая компания, таким должен быть каждый бизнес. Поэтому, если вы задумаетесь о своем деле, пожалуйста, берите себе такую практику. Не идите и учитесь, как манипулировать людьми через Инстаграм, как манипулировать людьми через что-то еще. Просто несите вот эту прозрачность, свободу в мир. Что я хочу рассказать еще сегодня? Какие вещи вам нужно знать? Немножко расскажу такой превью. А, еще самое главное, что еще можно сделать? Конечно, это простые вещи, и несмотря на то, что они простые, многим, оказывается, это очень сложно сделать. Как можно уменьшить количество вот таких воздействий на свой головной мозг? Это выключать звук в своем телефоне. Вообще, выключить звук в своем телефоне и не разрешить нотификации из большинства приложений, которыми вы пользуетесь. Это бесплатно, это вам не будет стоить ничего, потому что сейчас телефон – это для нас наше все. Что-то сейчас, к сожалению, бесплатно мы сделать не можем. Как, например, мы не можем отказаться бесплатно от рекламы на YouTube, беда, мы можем ее только скипивать, некоторые даже мы не можем прокрутить. Но выключить звук в своем телефоне мы вполне можем. Мы прекрасно жили без этого. Всего лишь несколько пятилеток назад у нас его не было, и прекрасно нас находили. Если кому-то мы были нужны, люди находили варианты, как нас найти. Поэтому не думайте, что вы обязаны носить с собой мобильный телефон и отвечать по первому звонку, кто бы не позвонил. Вы всегда можете перезвонить в удобное для вас время. Такую практику я использую уже в течение последних 3-4 лет, несмотря на то, что я занималась бизнесом с более чем 100 работниками, с которыми мне постоянно нужно было общаться по телефону. Несмотря на это, я все равно имела телефон отключенным и работала с телефоном только в определенное количество времени, когда мне это было удобно, когда мой мозг был к этому готов. Это намного снимет уровень стресса из вашей жизни. И также я прошу, если у вас есть какие-то идеи, если у вас есть какие-то наработки, как можно снять вот этот психологический стресс из нашей жизни через просмотр рекламы, пожалуйста, напишите как комментарий, с удовольствием, я думаю, что людям будет интересно это услышать. Еще такой момент, о котором я хочу рассказать. Психологическое воздействие в самом физическом магазине, когда мы ходим непосредственно в сам магазин. Одна из таких фенечек, которые я сегодня хочу затронуть, которая вам наверняка пригодится, это наш слух, да? Потому что, окей, глаза мы уже никуда не денем, нам нужно смотреть на полки. Нос мы, к сожалению, тоже не заткнем, и мы будем чувствовать запахи вот этой пекарни, вот этой готовой еды. Мы можем поесть перед приходом в магазин, чтобы не зависеть так сильно от этих запахов, но глаза, к сожалению, мы не закроем. Но есть классный трюк, который может вам помочь избежать звукового и даже зрительного воздействия перед движением своих концентраций. Вот, как бы из нашего будущего вебинара, который пройдет на следующей неделе, будет посвящен именно таким физическим трюкам в самом магазине, я вам расскажу сегодня о нескольких фенечках. Одна фенечка – это о том, что ходить в магазин обязательно нужно в своих наушниках. Почему? Потому что в магазине часто включается музыка, которая создает определенное настроение и ритм передвижения по магазине. Вы можете это все сломать. Если у вас есть интересная передача, подкаст, книга, которая записана в телефоне, вы можете даже специально для этого какую-то папку в телефоне сделать, и наушники, и будильник поставьте себе, чтобы знать, сколько времени вы можете провести в магазине. Естественно, список и так далее. Если вы будете слушать собственный подкаст, собственную книгу, вы будете фокусироваться на той информации, которую получаете в своих наушниках. И часть воздействия, которое происходит в магазинах, психологическое давление на покупателя, стимуляция его покупки, она с вас спадет. Вы немножко создадите свой собственный мир, расслабите свой мозг и сможете получать вот эту пищу интеллектуальную одновременно с тем, как будете делать в покупке. Надеюсь, вот такой совет вам пригодится, и что-то вы интересное попробуйте на этой неделе с помощью этого совета. Еще дам один совет. Если психологически вы любите заполнять пространство, и, идя в магазин, вам приходится брать большую тележку, я советую вам положить в эту тележку свои вещи, например, кофту, куртку, для того, чтобы уже максимально заполнить пространство этой корзины. Таким образом, у вас психологически будет меньше давления на то, чтобы заполнить ее целиком. Вот такой тоже хитрый такой лайфхак, как это можно сделать. В следующий раз, на следующей неделе, в пятницу, в это же время, я хочу рассказать более подробно о том, как можно минимизировать воздействие манипуляции магазина. Ну, во-первых, нужно знать о том, как они манипулируют, во-вторых, какими трюками мы можем себя защитить, и, в-третьих, как благодаря этому мы можем сэкономить и даже заработать деньги. Вчера я проводила подсчет на собственном опыте, и у меня получилась экономия около 7 тысяч долларов и возврат плюс зарабатывание денег около 3 тысяч долларов. То есть в среднем семья может зарабатывать около 10 тысяч долларов, воспользовавшись советами, которые я вам предложу на следующей неделе. Как домашнее задание, пожалуйста, сохраните чеки ваших покупок, если будете на этой неделе ходить в магазин, и мы с вами рассмотрим. И еще один из таких домашних заданий, пожалуйста, посмотрите в разных магазинах, сколько стоит пакет вашего любимого молока. Молоко – это такой продукт, который в основном многие из нас принимают, если нет лактозной интолерантности. Поэтому попробуйте посмотреть, сколько стоит молоко. Если же молоко вы не пьете, посмотрите, сколько стоит хлеб в каждом магазине, где вы его покупаете. Вот такое домашнее задание. Также хочу напомнить, что вот эта история с манипуляцией нами идет, конечно, корнями в наше детство. Мы все помним, как еще на рынках в детстве ходили и получали мудрость жизни, где нас начинали обворовывать уже на входе, где всякие были лотерейки, всякие были, как они назывались, ну, кроме того, что были карманники, кроме того, что были цыгане, которые нам хотели погадать, кроме того, что были наперсточники, еще и в сабом рынке у нас всегда была классика жанра, когда на прилавке лежит что получше, а в пакетом кладут то, что уже похуже. А также изменение цвета продукции, комбинация продуктов для того, чтобы они выглядели лучше, изменение весов для того, чтобы они неправильно показывали вес покупки. То есть это все классика жанра, которая, в принципе, продолжается сейчас, только стала еще сильнее, еще хитрее благодаря новейшим разработкам и науке понимания человеческого мозга, понимания человеческого поведения. Это все безумно интересно. Если у вас есть какие-то опыты, которые вы пережили сами, какие-то фишки, которые магазины над вами прокрутили, и вы нашли уже собственные методы защититься от этого, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео. Я с удовольствием включу их в следующий эфир на следующей неделе. Сегодня я хочу еще раз вам напомнить, о чем мы говорили. Как защитить себя от психологического воздействия более чем 6 тысяч рекламных роликов, постеров и так далее, которые наш мозг получает каждый день. Первое. Это не таскать с собой постоянно мобильный телефон и отключить вообще в нем звук. То есть это самое главное. Второе. Отключить все нотификации на телефоне, на всех приложениях, насколько вы можете. Если вам деньги позволяют, вы можете купить платную подписку на YouTube и другие вещи, которыми вы постоянно пользуетесь, для того, чтобы не видеть эту рекламу. Отказаться от посещения сайтов, на которых есть агрессивная реклама, которая постоянно долбит ваш мозг вот этими цветами, желтыми, красными, потому что это очень-очень сильно раздражает ваш мозг и уже на целый день будет сидеть у вас на подкорке. Вам это не нужно. Максимально минимизируйте похождение на такие сайты. Есть сайты, на которых совсем нет рекламы. Насколько я помню, одним из таких сайтов является Википедия. По-моему, на Википедии нет такой рекламы практически совершенно. На YouTube можно купить план, при котором абсолютно не будет никакой рекламы и будет даже какая-то возможность тому видео больше смотреть, чем обычно. И обязательно пользуйтесь услугами тех магазинов и тех бизнесов, включая потребительский клуб «Атоми», который абсолютно никакого воздействия манипулятивного на своих покупателей не оказывает. Это очень классно, это буквально вот такое ощущение, как в первые дни карантина, когда все было закрыто, и никто тебя на мозг не давил, потому что никакого нет обмана, все бесплатно, регистрация бесплатна, никто тебя не заставляет покупать каждый месяц какие-то вещи. Упаковка очень приятная, никаких нет ни рекламных роликов, ни изображений, которые были бы некомфортны разным возрастным группам. В общем-то, только приятная и полезная. И зарегистрироваться очень просто, как я говорила, atomy.com.ru для России, залогиньтесь, 580049, пароль happy1, и посмотрите на всю продукцию, на видео, на истории компании. И если захотите бесплатно сами зарегистрироваться, напишите в сообщении, чтобы получить реферальный номер. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. На следующей неделе поговорим о том, как защитить себя от физических трюков в магазине, сэкономить и заработать более 10 тысяч долларов в год, которые можно потратить на себя. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. С вами была Татьяна. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok